Ощущение триумфа, ты летаешь, эйфория, в тебе куча адреналина. Первые 15 минут мы продали 3000 билетов, практически весь гранд-финал был распродан мгновенно. Сейчас мы способны продавать стадионы. Каждый день меня ждал еще один новый выигр. Евровидение для нас был безусловный вызов, потому что это очень серьезное, ответственное мероприятие межгосударственного уровня. Это огромное количество билетов, это большое количество зрителей, более 90 тысяч. Победить в тендере – это задача, которую мы поставили буквально в первую минуту после победы Джамалы в конкурсе год назад. Ты не мыслишь категорией сложности, ты мыслишь категорию целью. Ты просто точно видишь, визуализируешь себе путь, он всегда прямой от того места, где ты находишься, к тому месту, к которому тебе нужно прийти. Мы хотели стать частью Евровидения, мы хотели показать, что украинский билетный оператор способен обеспечить продажу билетов. Дальше все продолжалось надре на линию. Подписали контракт 13 февраля и директор НТКУ говорит, слушайте, завтра 14 февраля, это же классный повод стартануть с продажами. Успеем? Мы с Димоном, успеем. Приехали, говорю, чиф, завтра старт продаж, погнали. Организатор достаточно быстро собрал пресс-конференцию с большим количеством журналистов, звезд, и была среди звезд приглашена Руслана как первый покупатель, и, по-моему, ровно в 8 часов вечера были открыты продажи. В это время в электронной очереди уже находилось несколько тысяч человек в ожидании старта. Около 20.00 мы все ощущали то, что сейчас настанет и самый час с Икс, и что нас ждет потрясающее приключение с названием проект Евровидения. Мы предвидели огромный спрос на билеты. Мы подготовились тем, что мы сделали новое ядро билетной системы, мы сделали новая продающая страница. Весь программный код нашей системы, который обрабатывал Евровидение, это был совершенно новый с нуля написанный код. Мы понимаем то, что спрос на розницу будет повышенным, мы заблаговременно открыли несколько касс в ключевых торговых центрах Киева. Например, теперь у нас есть касса в ЦУМе, в Дримтауне, в Гулливере, в Пирамиде и в некоторых других торговых центрах. Приходит момент, когда 14-го числа мы запускаем продаж, за 15 минут все квитки распродаются, все, и они закончились. Мы не встегли бы служить клиентам, которые мы взяли контакты и поверили им, что по-видому мы про то, что стартовал продаж, чтобы мы можем оформить замовление. Ну и тут начинается потек звонков, где все квитки. Открылись продажи и началось. Места на схеме стали исчезать молниеносно. Мы сейчас посчитали, что в среднем каждые 5 секунд продавалось 14 билетов. Галячий ремень подключался от 20.00, мы продолжали работать до 3-го, до 4-го ранку, закрывали все заявки от клиентов. Национальная телекомпания не каждый день делает события, и такого уровня последний делала 12 лет назад. Поэтому мы должны были стать немножечко больше, чем просто продавец билетов. Мы использовали весь свой промоутерский опыт. Уже после старта продаж выяснились новое вводное. Например, что у Евровидения есть клуб, который называется OGAE. Это 46 фан-клубов по всему миру в 45 странах. Германия имеет два фан-клуба независимых. Которые рассчитывают на то, что у них будет абсолютно отдельная своя продажа билетов только для них. И это обязательно должны были быть одинаковые места на каждом из шоу. То есть мы выпустили уже частью вводок в продаж. И из этих всех мест мы должны найти на каждом из шести вечерних шоу одинаковые места, которые будут выпущены в продажу. Мы придумали, как это сделать. С командой сделали специальный механизм технической закрытой продажи билетов только для фан-клуба по специальной ссылке со специальным кодом. Были изменения, связанные с работой с фанами международными, были изменения, связанные с работой со спонсорами, с делегациями в проекте. Было самое большое, важное и сложное изменение в проекте. Это изменение схемы в пик продаж, когда большое количество билетов было уже продано. Когда построили заказы в МВЦ, поставили стильцы, поставили светло, мы поехали в МВЦ для того, чтобы понять, какие же местные места будут с ограниченным видом, которые полностью на них ничего не видно. Выяснилось, что около двух тысяч, порядка 8-9% из проданных билетов надо пересадить каким-то образом. Тут честь и хвала и нашему контакт-центру, который занимался пересадками, и нашим инженерам, которые потом смогли этот процесс автоматизировать. Это был некий новый опыт для нашей компании в целом. Как взять такое огромное количество людей, мало того, что сменить схему зала, потому что какое-то количество мест исчезло, какое-то количество мест появилось, какие-то стали непродаваемыми, непросматриваемыми. Все это нужно было отобразить, так еще и пересадить огромное количество делегаций и купленных уже билетов со старых мест на новые места, выслать им, извиниться, сказать, ну, так получилось. Это новый экспириенс, спасибо команде, которая это все сделала. У нас был классный проект, который просто нас как монолит между собой слил. Вот мы от первого до последнего дня дошли полным составом, большим количеством людей, несмотря на многочасовые переработки. Вовлечение каждого, кто работает с концерт-юэй, было настолько высоким, что это вдохновляло. То есть мы были примером друг для друга. Помимо продажи билетов, компания занималась не только продажей, потому что там стояли наши кассы, если бы точнее, три кассы у нас там стояла. Одна была отдельная для делегации, и две кассы были на улице. Мы также занимались функцией контроля и некое там обеспечение комфорта людей на месте. Нам досі приходит подяка от клиентов, которые пишут, что спасибо, мы изменили моё место, спасибо, мы владнали ту или иную ситуацию. Чомусь думали, что мы, как и служба по рятунку, по всех вопросам работаем. Мы забули речи, не могут вызвать такси домой, не могут найти дорогу домой. Мы всем помогали. Мы понимали, что мы должны дать сервис в любых вопросах. Вера не только в собственные силы, а вера в возможности команды позволяет вот так вот с легкостью говорить, да, мы сделаем это. Golden Circle, закрытая ссылка, продажа по всему миру на тысячу фанов. Не проблема, когда должна быть готова? Погнали! Мы пересадили реально больше двух тысяч людей, и это было неимоверно. Когда ты уставишься, когда ты спишь по три часа, ты приходишь на локацию, и ты понимаешь, что да, вот крылья какие-то вырастают. На Евробаччине я прорывал с долгальцами, я выдал бескоштовников при всем 42-м краинам, и я познаю всех с каждым, и это был очень крутой досвид. Благодаря этому опыту мы, как программисты, выросли в три раза. От моих сложенных действий люди смогут потом без проблем посетить это мероприятие и запомнить его на долгое время. Когда ты заходишь в зал, видишь эту атмосферу счастья, люди, которые ждали, реально ждали этого целый год, вот они приехали в нашу страну, они счастливы. В каком-то смысле благодаря тебе это очень круто, это неимоверно, незабываемо просто. Мы понимали, что для Украины это очень большая события, это, правда, победа, и мы должны показать для европейцев гидную качественность работы. Мы получили такой колоссальный опыт, что снова хочется применять его, и теперь мы знаем, что мы можем все. Сейчас уже, взглядая на проект в прошлом, взглядая на него, мы понимаем, что мы готовы к еще большим проектам. Мы хотим этих больших проектов, мы хотим, чтобы украинские промоутеры делали большие мероприятия. Причем это некий новый опыт, и тут могу с гордостью сказать, что опыта подобного нет ни у кого, кроме нас, и я уверен, что это даст нам огромный плюс, это даст нам огромный толчок в развитии, как компании в целом, с таким опытом. Мы теперь готовы к любому челленджу, любого другого мероприятия. Мы очень сильно выросли, о нас знают, о нас отзываются с разных сторон, и нас это приближает к нашей ключевой цели, мы хотим быть номер один. И еще, где бы вы сейчас не смотрели это видео, будь то в нашем блоге, на YouTube, в социальных сетях ВКонтакте, на Facebook, или где бы то ни было еще, если вы были на Евровидении, пожалуйста, оставьте свой комментарий под этим видео, напишите о своем опыте работы с Concert.UA. Дайте нам знать, что вы стали счастье Евровидения, и Concert.UA в этом помог. Субтитры создавал DimaTorzok